Шестой класс, вторая серия. Решение задач. Задача первая. Сколько существует натуральных чисел от 1 до 100, включительно не делящихся ни на 2, ни на 5? В первой сотне 50 чисел, которые делятся на 2, 20 чисел, которые делятся на 5, а есть такие, которые делятся и на 2, и на 5, то есть на 10. И таких чисел будет 10. 10 чисел в первой сотне, которые делятся на 10. Если тех, которые делятся на 2, всего 50, значит, будет 40 тех, которые делятся на 2, но при этом не делятся на 5. Чисел, которые делятся на 5 в первой сотне 20, значит 20 минус 10, будет 10 тех, которые делятся на 5, но при этом не делятся на 2. Числа, которые делятся на 2 или на 5, и те, которые делятся на 2 и на 5, будет 40 плюс 10 плюс 10. То есть их будет 60. А все остальные не делятся ни на 2, ни на 5. 100 минус 60 получится 40. Ответ 40. Задача вторая. Существует ли такое натуральное число, которое при делении на 4 дает остаток 2, а при делении на 6 дает остаток 3. Вот формула числа, которая при делении на 4 дает остаток 2. n принимает натуральные значения и 0. А это формула числа, которая при делении на 6 дает остаток 3. М – натуральные значения и 0. Существует ли такое число, которое можно представить и в таком виде, и в таком? Давайте посмотрим внимательно на это равенство. Это слагаемое число четное. 2 число четное. Значение суммы – четное число. А справа значение суммы будет числом нечетным, потому что к четному прибавляется нечетное. Значит, такого числа не существует. Ответ – нет, не существует. Задача третья. Делится ли на 3 число, которое в двоичной системе счисления записывается вот так? Давайте это число переведем в десятичную систему счисления. В двоичной. Каждая следующая разрядная единица в два раза больше. Это разряд единиц, разряд двоек – 4, 8, 16, 32. Значит, вот это число в десятичной системе счисления записывается вот таким образом. 50 на 3 не делится. Обратите внимание, что признак делимости на 3, что сумма цифр числа должна делиться на 3, вот в данном случае не действует, потому что вот здесь сумма цифр числа равна 3, а число на 3 не делится. В двоичной системе счисления признаки делимости другие. Задача четвертая. Вставьте пропущенные цифры так, чтобы четырехзначное число делилось на 3, на 4 и на 5. Числа 3, 4 и 5 – это взаимно простые числа. Значит, число должно делиться на их произведение. 3 на 4 на 5 – это 60. То есть число должно делиться на 60. 60 можно представить как 2 на 3 и на 10. То есть число будет оканчиваться нулем. Давайте сразу запишем 0 в конце. А если 0 отбросить, то должен выполняться признак делимости и на 2, и на 3. То есть сумма цифр числа должна делиться на 3. И вот эта цифра должна быть четной. Так, вот это первое число. А второе число, вот если предпоследняя цифра, 6. Разбросить 2 числа, возможно. Задача пятая. Во всех подъездах дома одинаковое число этажей. На каждом этаже одинаковое число квартир. Число этажей в доме больше числа квартир на этаже. Число квартир на этаже больше числа подъездов. Число подъездов больше одного. Сколько в доме этажей, если 110 квартир? Давайте обозначим за А число подъездов, Б число этажей, С число квартир на этаже. Произведение А на Б на С – 110. Это число квартир в этом доме. 110 – это произведение трех простых чисел. 2 на 5 на 11. Теперь осталось выяснить, какое значение принимает А, Б и С. В условии задачи говорится, что число этажей больше, чем число квартир на этаже. Значит, Б больше, чем С, а С больше, чем А, а А больше, чем 1. Значит, А, то есть число подъездов, это 2, С число квартир на этаже – 5, а число этажей в этом доме – 11. Значит, 11-этажный дом. ПО� nutrада – 6, 1, Счет проекты – 5, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 9, 10, 10. Продолжение следует...